Здравствуйте, это программа Особое мнение. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр и я приветствую сегодняшнего гостя этой передачи, как всегда, по четвергам вечером Максим Шевченко. Здравствуйте, Максим Леонардович. Здравствуйте. Ну вот, спустя ровно неделю прокуратура рассказала, что все-таки возбуждено уголовное дело по факту нападения на Алексея Навального, но, правда, по статье «Побои», такая не самая тяжелая статья, при том, что Алексей Навальный сейчас, у него один глаз видит только на 15%, ему нужно срочно что-то делать, чтобы спасти зрение. Насколько, как вы считаете, адекватно и своевременно? А когда нашли нападавшего? Когда его задержали, нашли? Его пока не задерживали, не находили. Значит, это абсолютно неадекватное действие прокуратуры. Нападение на любого человека, будь то политик или простой человек, должно сразу вызывать адекватную, быструю реакцию. Это только говорит мне о том, что среди правящих элит есть несколько групп, которые не согласовывают общую стратегию действий между собой, каждая из которых по-своему относится и к оппозиции, и к Навальному, и к пониманию того, что такое власть. Есть, очевидно, какие-то такие глубокие государственники, патриоты-силовики, которые считают, что надо всех мочить и бросать в тюрьмы. Как вот этого мальчика, которого за ловлю покемонов 3,5 года ему пытаются дать. Ну, Руслан Соколовский. Есть, очевидно, в администрации президента сейчас, значит, либеральное крыло, которое, очевидно, пытается договориться с оппозицией каким-то образом. Там Маша Баронова бродила по Старой площади, и вообще открытая Россия, как говорится, напомню, была, фактически выставляла кандидатов на парламентских выборах по многим регионам. От Парнаса там шли многие. Старая самая Маша Баронова ушла. По-моему, это нормально, эта конституция гарантирует право быть избранной. Мы же говорим не теоретически, а практической политики. У нас в одной и той же стране одна часть оппозиции, в том числе люди Ходорковского приближенные, спокойно регистрируются кандидатами на парламентские выборы, а других людей, хоть они через голову вывернутся, никогда не зарегистрируют из той же самой оппозиции. Это что значит, что в оппозиции есть разные крылья, а одни коллаборационисты или марионетки власти, а другие принципиальные оппозиционеры? Или одних считают опасными, а других нет. А почему? То есть Ходорковского опасным не считают, если его людям там дают зеленый свет, и они делают, что хотят. Спросите у Кириенко или у Володина. Нет, секундочку. Я не хочу спрашивать. Спрашивать, это ваша работа, как мы выяснили благодаря господину Веллеру в этой студии. Какое хамство, какой ужас. Я, честно говоря, хочу перенести эхо Москвы, ну, выразить мою поддержку, честно говоря, это поведение, оно просто чудовищное совершенно. Я с таким жизнью не сталкивался. Я вот просто, когда увидел это, я не перелывал в свои глаза, мне показалось какой-то фейк и монтаж. Я перезвонил Оле, она подтвердила, и это, конечно, было очень круто. Так вот, вопросы задавать должны вы, самые жесткие и самые неприятные. Я вам задаю вопросы, а вы, может, не отвечаете. А я вам отвечаю, что у меня складывается ощущение, что есть оппозиция и оппозиция. Одну оппозицию гладят по шерстке и подталкивают как бы вперед, а другую оппозицию прессуют. Но это не значит, что одна оппозиция, допустим, против власти, а другая за власть. Просто есть разные крылья власти, разные руки власти. Власть в России как минимум три мурти, выражаясь санскритским выражением, три глава. В свое время ведь путинская Россия возникла как результат консенсуса трех типов элит. Космополитических, глобальных, финансовых спекулянтов, которые в ельцинское время укрепились, красных всяких там директоров и сторонников ВПК, значит, директоров ВПК и из таких элит советских, которые сохранили в 90-е годы свои позиции. И, значит, и к ним примыкали региональные бароны, типа Лужкова, Шамиева, там, Роселя и там, Амана Тулеева. И третье это сотрудники, значит, бывшего КГБ, которые благодаря метковому выражению Виктора Черкеса выставили тот крюк, падая за который зацепилась Россия. Вот это вот три главы этого дракона, у нас орел не двуглавый, а трехглавый, это и есть власть. Путин это точка сборки, точка консенсуса. Поэтому каждый из этих трех глав по-разному относится к оппозиции. Каждый имеет свою оппозицию, за каждое поддерживает своего кандидата от оппозиции. И каждый вместе с тем, вот у нас есть, условно говоря, оппозиция такая, Навальный, Ходорковский, Явлинский. Три вида оппозиционеров есть в России. Вот сейчас я не хочу поспециально исследовать. Нет, ну давайте мы не будем сильно углубляться, я бы хотела просто... Нет, ну почему, оппозиция тоже есть три лица, они между собой ссорятся, пихаются там и так далее. Есть, кстати, только одна фигура, под которую, на мой взгляд, расчищают сегодня пространство. А отпихивая, значит, Медведева, дискредитируя, втягивая Собянина в эти публичные скандалы, понижающие его рейтинг о, значит, домах, это Кудрин. Собственно говоря, под Алексея Кудрина, как под наиболее реального кандидата в президенты, на мой взгляд, преемника, в преемнике, расчищается вот это вот оппозиционное пространство, стравливается между собой для того, чтобы вышел потом такой гигант-богатырь либеральный, и, как говорится, сказал, ребята, не ссорьтесь, в лесу все, в либеральном лесу все шишки мои, и я, типа, вот возглавлю новый такой период такого российского государственного либерализма. Поэтому всерьез обсуждать оппозицию мне, честно говоря, неинтересно. Если Навальному плеснули зеленкой в глаза хулиганы и бандиты, которые это сделали, должны быть наказаны, высказываться по этому поводу долго не вижу никакого смысла. Любой хулиган, любой человек, нападавший на Кашина ли, на Навального или на кого-то не было еще, Ничего себе! Хулиган Кашина чуть не убили. Хорошо, бандиты, хулиганы. Слушайте, убили моих друзей-журналистов в Дагестане. И убийцы находятся во власти дагестанской, заказчики. И есть протоколы Следственного комитета, где названы имена и заказчики убийства Хаджимурата Камалова, например. И власть спокойно их оставляет. А те, кто напал на Кашина и на Навального, слава богу, не убийцы, а просто хулиганы. Поэтому давайте называть вещи с именами. Те, кто убил Аню Политковскую, это убийцы. Наталья Истемирова убийцы, Бориса Немцова убили убийцы. А это не убийцы, а хулиганы. Но правовая и юридическая оценка им должна быть дана. Кстати, по поводу того, как искали и находили человека, который напал на Алексея Навального. Блогера ведь нашли в итоге, потому что следственных действий никаких не было. А они по кадрам нашли этого человека, Александра Петрунько. Человек, который очень любит фотографироваться. Вот с вами, например, сфотографировался. Со мной многие фотографировались. Вот, и это движение СЕРП. Может быть, слышали про такое? Вот с Сергеем Глазьевым дружны они всячески. На выставку Стержица, например, нападали. Очень патриотичные такие ребята. Ну, как-то каждый раз безнаказанно уходили они. Все спускалось на тормоза. Может быть, какая-то группа из этой вот этого вот трехглава, да, трехглава Орла, который я описал с короной Путин наверху, какая-то из этих голов стоит за этими бандитами и прикрывает их. У меня нет другого объяснения, почему кто-то уходит безнаказанно от чего-то. Наказывают только того, над кем исчезает крыша внезапно. Вот губернатор, над ним исчезла крыша, значит, его наказывают. А если крыша не исчезает, то никто никого не наказывает. Хоть он будет грести бабки там себе лопатой и грабить свой регион там, как только может. Его не накажут. По поводу фотографий, а вы с Александром Пентрунько этим не знакомы? Ну, и какие-то патриоты. Я видел эту фотографию, я припоминаю этого человека. На каких-то мероприятиях в 2014 году, посвященных Крыму или Донбассу, он мог подойти ко мне. Но я даже не мог вспомнить, что это там за эмблема на заднем плане, что это за мероприятие такое. Так вот лично я с ним никогда не общался. Последний тогда вопрос по этой теме. Как считаете, будет по-честному расследовано нападение на Алексея Навального? Ну, я надеюсь, что благодаря позиции журналистов «Эхо Москвы» и других демократических изданий, оно будет расследовано по-честному. Спасибо. Это особое мнение Максима Шевченко. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр, и в гостях у меня журналист Максим Шевченко. Вы упомянули о крыше, которая позволяет творить все, что угодно, и любое беззаконие. И упомянули как раз ситуацию в Дагестане с убийствами журналистов. Которые не расследуются. Которые не расследуются. Президенту врется на высшем уровне, что якобы все расследовано, хотя ничего не расследовано. Как такое возможно вообще? То есть все расследовано, но убийцы не наказаны, потому что уверен, что они заплатили деньги за то, чтобы заморозить. Криминальная ситуация, криминализация страны, криминализация юридической системы, силовой, возможно, политической системы. Ну, Владимир Путин тоже же, наверное, и не дурак всему верить. Наверняка у него есть разные источники информации. Человек, который должен заниматься Южной Кореей, Северной Кореей, Японии, Турции ракетами и так далее еще. И попутно, сколько у него часов должно быть в день, чтобы заниматься еще аспектами решения юридических правовых вопросов, которыми вообще-то должны заниматься структурой МВД, Следственного комитета, ФСБ и суды. Или президент их делами тоже должен заниматься. Речь идет о безопасности, о базовой... Безопасностью должна заниматься Федеральная служба безопасности, на мой взгляд, безопасностью, а не президент Российской Федерации. Он не должен заниматься каждым криминальным преступлением, совершаемым в нашей стране. Должны быть соответствующие структуры, которые дают правовую юридическую оценку. Если они такой оценки не дают, давайте об этом поднимать шум и доводить до президента. Вот я считаю, что принципиальное сознательное неквалифицирование подобного рода преступлений является уже поводом для нашего прямого обращения к президенту. Будет какая-нибудь годовая встреча очередная с президентом. Да, прямая линия. Вот, пожалуйста, пусть Эхо Москвы задаст такой вопрос. Если бы я был на прямой линии, я бы тоже задал такой вопрос. Ну, кстати, задавали ведь вопросы о расследовании убийства Бориса Немцова. И это убийство мы не признали политическим. Но мы же знаем, Владимир Путин обычно отвечает на вопросы о такого рода преступлениях. Суд разберется. У нас независимая судебная власть. И формально невозможно поспорить. Суд должен быть независимым. Президент не имеет права давить на судебные органы. Безусловно. И мы, получается, в безвыходной ситуации. И убийства журналистов останутся безнаказанными? Я считаю, что на данный момент, да, абсолютно. Наглые убийцы безнаказанно ходят по земле, сидят, выступают там перед разными людьми. Нагло там сидят в президиумах. Знают, что они заказчики убийства журналистов, там, Камалова. И остаются безнаказанными. Так, спокойно об этом говорить. Вы уверены, что я в этом говорю спокойно? Я тут должен, там, забиться в истерике, подобно Веллеру, что ли? Нет, я думаю, что, может быть, у вас есть какие-то... Я видел на своей жизни много. Я видел рвы, там, с расстрелянными женщинами, детьми, понимаете? Я видел сожжённые дома. Я видел карательные операции. Что мне нервничать? Я просто знаю, что ни один убийца так или иначе в этой жизни или в следующей от возмездия не уйдёт. И поэтому я спокойно хотелось бы, конечно, в этой жизни. Но будем бороться. Насколько Владимиру Путину удаётся вообще, на ваш взгляд, оставаться гарантом для российских граждан? Потому что есть, ну, это трагические ситуации, о которых мы говорили, с убийствами и с нападениями. И это разговор о безопасности. Но есть и другие вещи, которые затрагивает огромное число людей. Вот неделю назад вы уже начинали разговор об этой так называемой реновации в Москве. И тоже, куда людям идти, к кому им обращаться? Мне кажется, у каждого уровня власти есть свои пространства компетенции и полномочий. Всё-таки проблемами жителей Москвы должна заниматься мэрия Москвы, а не президент Российской Федерации. И то, что это выносится на уровень президента, говорит о том, что вся эта ситуация задумана просто как политическая провокация. Помимо того, что там есть доля справедливого возмущения людей, но вместе с тем там столько шума вокруг этого стоит, что для меня совершенно очевидно, что это тоже один из факторов дискредитации Собянина, как возможного преемника. Потому что не секрет, что Сергей Собянин тоже рассматривался как преемник на президентский пост, как кандидат потенциальный. Медведев, Собянин, ещё раз говорю, на мой взгляд, место расчищается для Кудрина. Ну, это такая позиция, понимаю, что делать, политика есть политика. Но я просто не понимаю, какое это к президенту имеет отношение. Причём тут он и, допустим, пятиэтажки, расселение Москвы. Причём тут он и нападение на людей, на журналистов. А тогда уточните, чтобы я... Вы что, сторонник монархии абсолютной, что ли? У нас царь должен решать каждую жалобу, каждое преступление должен царь рассматривать? Я вижу, что на деле у нас всё заканчивается тем, что все идут к Владимиру Путину с Челобитной. Ну, и что? Вот я, допустим, подал ему прошение о помиловании заключённого Расула Кудаева, который по Нальчевскому процессу получил пожизненное, и которое, я полагаю, ему дано было просто из-за того, что он отказался быть стукачём и боролся за права заключённых. Ничего в его деле не говорит о том, что он стрелял или убивал кого-то. Следствие, пыточное, кстати, пытавшее Расула, и суд, который не обращал внимания на пытки следствия, а стало быть тоже пыточный суд, пытались его сделать чуть ли не идеологом этого мятежа 2005 года, исходя из того, что тяжёлораненый Расул, практически инвалид, когда-то был в лагере Гуантанамо, откуда был возвращён. Потом полгода провёл ФСБ в тюрьме Белый Лебедь, был признан непричастным к международному терроризму, отпущен, жил с мамой в Нальчике, и потом был арестован на десятый день после этого восстания, и после семилетнего пыточного суда и следствия, реально пыточного, а не иносказательного, потому что есть фотографии избитого в такой кровавый кусок мяса Расула Кудаева, он оказался в чёрном дельфине, в страшнейшей тюрьме, которая является адом на земле. Невиновный человек. Я подал такое письмо президенту. Какова судьба этого письма? Я не знаю. Администрация президента, возможно, письмо это похоронила, никакой реакции на это письмо нет. Хотя президент взял его в свои руки и сказал, что он отдаст его по инстанции. Возможно, кому-то невыгодно какие-то моменты, у всякого есть свой интерес, понимаете, на этом большом поле. Кому-то неинтересно реабилитация Расула Кудаева, кому-то неинтересно расследование нападения на Навального, кому-то неинтересно расследование нападения на Олега Кашина, кому-то неинтересно ещё что-либо, понимаете. Ну, почему Путин за все должен отвечать, в конце концов? У него огромная армия чиновников. Почему нет? Он должен отвечать за нормальное функционирование институтов государственной власти. Но суд не подчиняется президенту. Суд не подчиняется. Поэтому за решение суда президент не несет ответственности в Российской Федерации. Вы можете домысливать политически, как угодно. А главы регионов назначает президент? Ну, главы региона, что ли, суд выносит? Это что, китайские мандарины, что ли, которые судят своим судом подданных? Все-таки суды это суды. И то, что судьи у нас, как правило, или зачастую выносят решения, которые людьми воспринимаются как несправедливые или неполифицированные или заранее подстроенные или купленные кем-то, это проблема суда, а не президента. Это проблема достоинства тех людей, которые одевают судейские мантии и дерзают быть судьями. Это проблема их совести. Может быть, президенту сделает что-нибудь с главой Верховного Суда? То есть вы все-таки монархист. Я, к сожалению, не монархист. Я не считаю, что глава Верховного Суда точно так же подвластен президент. Он наразе его президентом назначается? Просто я не в курсе. Мы уточним на перерыве и обязательно выясним судьбу судебной власти. Так за что же у нас тогда отвечает президент? Ну, понятно, что суд независимый, мы всячески это уважаем. По сути, президент в Российской Федерации. У него есть администрация, которая исполняет его поручения, данные президентом, исходя из его видения политические ситуации, его политических взглядов и его понимания стратегического управления страной. Есть Совет Безопасности, отвечающий за вопросы внутренней и внешней безопасности, куда входит помимо министра обороны, министра национальных дел, руководителя силовых структур, еще и главы некоторых регионов, которые считаются там особо значимыми, кавказские, например, да, там и так далее. Потом, что еще? Потом президент встречается с людьми, он публичный политик, по большому счету. Вот он встречается там с этими, там, с учителями, там, с юристами, с адвокатами, с валдайским клубом, там, с журналистами. Он публичный политик. За что отвечает французский президент? Он что, отвечает за решение суда? Он отвечает за беспорядки в Марселе? Не повезло Путину, видимо, с чиновниками. Пять лет майским указом. Я считаю, любое государство, любое буржуазное государство потенциально криминально и коррупционно. Любое. Четыре минуты перерыва, и мы вернемся. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Максим Шевченко сегодня у меня в гостях. Противодатель Верховного Суда назначается на должность Советовской Федерации по представлению президента и при наличии положительного заключения высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации. Ну, хорошо, давайте про институты. И инициатива, понимаете, после 93-го года, после кризиса, когда судебная и конституционная власть, помните, там разделилась, и часть была на стороне парламента, часть на стороне президента. Это именно ельцинская демократия подчинила себе таким образом косвенно и судебную власть тоже. Потому что, конечно, это ненормально, когда назначается судья по представлению президента, от которого, стало быть, судья зависит потом. — Ну, я так понимаю, у вас вообще система демократии не сильно устраивает? — Буржуазной демократии, конечно, нет. Абсолютная такая фальсификация просто политического процесса. Только в интересах крупного капитала, в интересах тех, кто обслуживает интересы крупного капитала. — Тогда почему же вас так трогают выборы во Франции? Объясните мне, если вы считаете, что весь этот выборный процесс профанация. — Потому что победу Марин Ле Пен может разрушить Европейский Союз. А я считаю, Европейский Союз одной из угроз безопасности моей страны. Меня не интересует победа того или иного кандидата, но Макрон просто мне омерзителен сам по себе, как персонаж такой, лживый гомункулус какой-то. А Марин Ле Пен, ну, с чем-то я не согласен из того, что она говорит, допустим, исламофобия мне. Не нравится ее. Но само по себе это таран, который бьет в стены вот этой вот новой объединенной Европы. А каждый раз, когда Европа объединяется, она непременно, непременно тем или иным способом нападает на мою страну. — Ну, наполеоновская Европа, наполеоновская Европа. — Сколько лет Евросоюзу все в порядке? — Да, конечно, да. Наполеоновская Европа, гитлеровская Европа и эта Европа. Вот Украина — это нападение на мою страну. — Да что вы! Вы еще скажите, что Евросоюз Крым России отдал. — Почему тут Крым Россия отдал? Крым Россия отдали прежде всего граждане Крыма, которые в подавляющем большинстве не хотели подчиняться Киеву. — В окружении вежливых зеленых людей, да? — Нет, никаких людей в Севастополе не было. В Севастополе вежливые зеленые люди пришли в тот момент, когда граждане Севастополя, граждане Украины взяли под свой контроль все украинские части, договорились с украинскими войсками, которые, значит, не применяли оружие. И фактически перешли на сторону восставшего Севастополя. И только потом уже пришли вежливые зеленые люди. А севастопольские повстанцы, и бизнесмен Алексей Чалый, и другие люди, сами решили судьбу Севастополя, главного города в Крыму, поверьте. — Хорошо, так Евросоюз-то здесь при чем? И в любом случае Украина — суверенная страна. — Наступление на восток, ну мало ли что. Знаете, Словакия тоже была суверенной страной в период с 1938 по 1945 год, и была при этом сателлитом гитлеровской Германии. А Наполеон создавал суверенных стран столько, сколько у него было родственников, там, каждого из них он сделал королем или принцем. Поэтому суверенные страны вот эти, это вы можете оставить при себе. — То есть вы хотите, чтобы Украина была суверенной страной при России, а не при Евросоюзе? — Он не должен, не должен вмешиваться в наши дела. Украина была, по крайней мере, восточная часть, левый берег Днепра и немножко правую. Тысячелетие связано, прежде всего, с восточным вектором политики. Западная Украина — это отдельная австрийская, польская территория. Поэтому, конечно, безусловно, то, что там случилось, это экспансия объединенной Европы на территорию моей родины, Советского Союза. И поэтому я считаю, что любые силы, которые будут наносить удар по Европейскому Союзу, будут позитивными. Правые, левые, тем более, что Меланшон и Марин Ле Пен вместе имеют порядка 40%, а электоральные тезисы левых и правых, в данном случае, хотя Марин Ле Пен никакая не правая, она классическая голистка. Правый либерал у нас, скорее, как раз Макрон, либерал-фашист такой классический. А то, что говорит Марин Ле Пен, там нет никакого фашизма, она стоит на республиканских позициях, которые подписался бы Шарль Деголь просто и руками обеими, и, в общем, ее обнял бы на этих выборах. Ну вот, короче, позиции левых и позиции правых, за исключением исламофобии, абсолютно совпадают. Плюс к этому, если добавить еще позиции католиков, которым Макрон ненавистен как активный геоактивист, потому что католики голосовали против этого закона, одним из лоббистов которого был Макрон, о родителе А и родителе Б. Помните, миллионной демонстрации католиков Франции? Так вот, они тоже будут голосовать против Макрона. Я считаю, что результат выборов не настолько очевиден, и даже после дебатов 60 на 40, это еще, как говорится, и не итог. Но даже если Лепен проиграет, не менее 40% французов хотят выхода из Европейского Союза. Я лично поддерживаю эти тенденции, поддерживаю альтернативу для Германии, поддерживаю Сиризу и левых в Греции. Это вам так нравится Европейский Союз? Нет, мне нравится Российская Федерация. Я переживаю за то, что происходит здесь. В России тоже были, в Советском Союзе были сотни тысяч людей под трехцветным красно-сине-белым флагом, которым очень нравилась просвещенная Германская империя, которая несла освобождение от большевизма, от сталинизма, от тоталитаризма, и свободу, и процветание народов Советского Союза. То есть вы считаете, что будет здорово, если развалится Европейский Союз, потому что это угроза для Российской Федерации? Никаких других угроз у нас нет. Ну, это одна из самых больших угроз. Это одна из самых серьезных угроз. Единая объединенная Европа, подчиняющаяся наднациональной бюрократии, сидящей в Брюсселе. Она там уже утонула в этой бюрократии. Ничего, нигде никто не утонул. Никто нигде не утонул. По-прежнему НАТО проводит боевые действия на Ближнем Востоке, и экспансия на Восток продолжается. По-прежнему никто не снимает тезиса об Украине и Грузии, которые станут членами НАТО. Поэтому я извиняюсь, конечно, это не воля грузинского народа и не воля украинского народа, поверьте. Какая-то часть грузинского народа и какая-то часть украинского народа меньше. Безусловно, этого хочет. А большую часть просто заставляют силой. А вы откуда знаете это? Ну, потому что у меня есть много, потому что я слежу за политической ситуацией в Украине и в Грузии. Подробно и детально. Я знаю, допустим, что большая часть грузин не хочет, чтобы Грузия была членом НАТО. Большая какая? Ну, процентов, я думаю, 70. И это соцопрос или что? А правящие люди хочут. Мне просто интересно. Потому что они понимают, что это приведет к катастрофе, к конфликту с Россией неизбежному, к эскалации войны. И, в общем, это не то, допустим, чего хочет патриарх Илья. Недаром в самый разгар конфликта, который был инициирован с обеих сторон, я считаю, патриарх Илья встречался с патриархом Кириллом. И поэтому вызывают такую ненависть со стороны либералов и патриарх Кирилл, и патриарх Илья. Потому что православные владыки являются во многом гарантами неразвития вот этого сюжета, разрушения и эскалации. Поэтому я поддерживаю Ле Пен, я поддерживаю Меланшона, я поддерживаю любую силу, которая будет бить и атаковать Европейский Союз изнутри. Так, давайте мы вернемся все-таки в Российскую Федерацию. Понятно. О, более чем. Отлично. Более чем. Ваша ненависть к Европейскому Союзу. Поэтому я поддержал Трампа, потому что Трамп это конфликт внутри США. А Трамп это неразрешимая проблема внутри США. Трамп это конфликт со всем миром? Нет, со всем миром он договорится с помощью шести авианосных флотов. А внутри США, боюсь, он вряд ли договорится с Голливудом. Можно ли нас напугать шестью авианосными флотами, Максим Леонардович? Ну, конечно, можно. Это очень серьезная сила. Я думаю, что у России нечем пока, кроме ядерного оружия. Ничего нечем. Мы могли бы ответить на американскую военную мощь по-настоящему. Надо будет договариваться? Ни в коем случае. Как? Подождите, вы меня запутали. Как же нам устраиваться с Трампом отношения? Договариваться с американцами можно только стоя на коленях в современном мире. Все, кто не стоит на коленях, подобно Ирану, например, будет развиваться, будет развивать национальное государство, будет развивать образование, науку, несмотря на санкции. Все, кто побежит в Вашингтон договариваться, будут ползти на коленях, целовать туфлю Трампу или Обаме или еще кому-нибудь. И, как говорится, потом местная элита, коллаборационистская абсолютная, которая будет смотрящими, поставлена от Вашингтона над этой территорией, оккупированной, как это было в 90-е годы, будет, как говорится, учить остатки нашего народа демократии. Нет, ваша концепция очень хорошо звучит, что у нас, может быть, тогда начнут развивать образование. Нельзя договариваться с тигром-людоедом. Нельзя. Они это тигр-людоедом, которые хотят пожрать весь мир. Не хотят они никаких равенства прав или отношений. Я вот был в Эфиопии на Новый год. Я видел по-настоящему умирающих от голода людей, которые пьют из одних луж с животными. При этом в Эфиопии работают сотни гуманитарных западных миссий. Хрен они кому помогли, поверьте, кроме самих себя. Слушайте, нельзя договариваться с США. Да, это я поняла. А с Хамасом можно? Ну, почему? Можно с Хамасом, можно с Сахалом договариваться. Это, по крайней мере, еще какая террористическая организация. В некоторых странах, во многих, Сахал признан террористической организацией. В Объединенных Арабских Эмиратах? Ну, там, к сожалению, как раз нет. Они имеют дипотношение с Израилем. А во многих странах, цивилизованных странах, да, Израиль и его спецслужбы, убивающие людей по всему миру, без суда и следствия, признаны террористами. Но это война межэтническая, которая рано или поздно кончится. Вот ее бы кончили там Арафат и Цхакрабин, но Ицхакрабин убит сионистским фанатиком, а Арафат, скорее всего, отравлен тоже, понимаете? Поэтому не получается. Но я уверен, что евреи с палестинцами договорятся. А мы с американцами никогда. И мы договоримся. Просто на каких условиях? Еще раз говорю, условия, на которых сегодня нам предлагается, это условия мира на коленях. Нам не нужен мир на коленях совершенно. Нам нужен мир, где мы будем пусть миноритарным, но партнером. Так с кем устраивать тогда партнерские отношения? Ну, вот Иран вам нравится. Китай. Хотя у Китая всегда же своя какая-то Ирана. Китай вполне адекватный партнер, нормальный. Китай, по крайней мере, никому не угрожает вторжением, оружием. Китай не концентрирует войска на границе с Российской Федерацией. Наоборот, Китай перебрасывает стратегические ракеты к границам России, показывая, что не видит от России угрозы. Эти ракеты нацелены на США, кстати. Он размещает позиционный район ракетный вблизи границы с Россией, показывая, что не видит угрозы вторжения, допустим, танкового или десантного со стороны Российской Федерации. Китай нам не враг. А вас какая экспансия больше пугает, военная или экономическая? Военная экспансия – это последний акт политической и экономической экспансии. Сначала была экспансия политическая. Это разрушение Советского Союза, поддержка яльцинизма и насаждение тут коллаборационистской правящей элиты. После этого была экспансия экономическая, разграбление народно-хозяйственного комплекса Советского Союза, созданного кровью и жизнями миллионов людей, и перевод денег, точнее продажа после сознательного банкротства всего этого богатства, всех этих активов за границу. И создание устойчивых каналов, вывода отсюда капитала. И третья экспансия, если это не получится, они не превратят нашу страну в свою колонию, будет, конечно, военно, безусловно. Пока держимся. Вам смешно? Мне очень грустно. Мне, Максим Леонидович, очень грустно. Спасибо, спасибо большое, это было особое мнение Максима Шевченко, до свидания.